Не успев отдохнуть от поездки в Краснодарский край, юные звездочки команды «Металлург-2» снова на поле. Тренеры Александр Соснецкий и Геннадий Митц расслабляться молодежи не дают. Говорят, а иначе результата не добиться. И сегодняшнее звание чемпиона в первенство России в следующем году домой могут увезти другие. Ребят, надо поздравить с этим результатом. И там «Металлурги» дали задачу быть первыми. Я думаю, мы будем работать, и все будет хорошо. Понятно, что там все команды растут, хотят, но мы тоже хотим. Хотелось бы поблагодарить руководство клуба и также администрацию Ленинского городского округа. Они нам очень сильно помогают. Первенство России по мотоболу среди юношей до 18 лет проходило в станице Кущевской Краснодарского края. С 4 по 10 июля в нем состязалось 8 команд со всей страны. С каждым годом участников становится больше, а сами спортсмены сильнее. Первенство России «Металлург-2» выигрывал, по-моему, или седьмой, или восьмой раз тоже. То есть эти соревнования существуют давно. Лет, наверное, 15-20 эти соревнования существуют. И что приятно, что с каждым годом больше и больше команд становится юношеских. Раз есть юношеская команда, значит, есть будущее. В этом году последний раз за «Металлург-2» выступал перспективный мотоболист Тимофей Гусарев. Его вклад и помог команде выйти в лидеры первенства. Мы всю игру строили на том, что у нас был явный лидер. И все, надо было ему просто хорошо помочь и сохранить команду к финальной стадии чемпионата. В финале вообще 4-0. То есть там выполнили все, кто должен был забить, тот забил. Кто в обороне отыграть, отыграли на ноль, но и вратарь не пропустил. То есть это идеальный сценарий, можно сказать, для командной игры. Теперь Тимофей – игрок основного состава легендарного «Металлурга». А капитанство в молодежке он передал подающему надежды тезке Тимофею Рукавишникову. У них есть Александр Алексеевич Сосницкий, тренер, и Геннадий Николаевич. Это заслуженные мастера спорта. Я думаю, что они поднаберутся опыта и на следующий год покажут, на что способен «Металлург». Я буду тренироваться, буду смотреть на старших, на того же Ивана Крештопу, на левую ногу. Буду брать большой опыт. Золотое правило «Металлурга» – растить смену поколений, и в составе молодежки еще немало перспективных игроков. Это спортсмены доказали на первенстве. Признаются, победа далась нелегко, но результат говорит за себя. Со счетом 4-0 видновчане обыграли хозяев поля команду «Слава» и «Станицы Кущевской». Хотелось очень сильно выиграть, выехали с хорошим настроем. Но, несмотря на счет, было очень тяжело с ними играть. В сентябре команда ожидает еще один выезд. Теперь на мотобольный турнир среди юношей, посвященный памяти жертв терроризма города Беслана, который пройдет в Усть-Лабинске Краснодарского края. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видно, ТВ. Видно, ТВ.